Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 1.6.1. Давайте приступим. Это довольно-таки интересное упражнение, потому что мы не будем настраивать уже готовую топологию, будем создавать свою. Давайте начнем. Первое, что нам нужно сделать, это достать все устройства, которые мы будем дальше подключать. Первым устройством, которое мы найдем, это будет устройство 19.41. Чтобы его найти, мы спускаемся в нижний левый угол, находим квадратик, который называется Network Devices. Там находим роутер, и среди списка роутеров находим роутер 19.41, он третий в списке. И ставим его где-нибудь на белом пространстве. Двигаемся дальше. Теперь нам нужно найти устройство 2960. Оно уже находится в разделе Switches. Мы переходим в другой раздел и находим это устройство, и тоже ставим как-нибудь. Дальше нам нужно найти два компьютера. Они находятся во вкладке End Devices. Вот первый компьютер, вот второй компьютер. Готово. Что нам нужно еще? Пока что все окей. Теперь нам нужно примерно разместить наше устройство, чтобы примерно видеть нашу топологию и какой она будет в дальнейшем. Например, мне удобно разместить вот как-то вот так, потому что я понимаю, что вот эта часть топологии, она будет одной веткой, а эта часть топологии будет другой веткой. Поэтому я просто симметрично расставляю устройство относительно роутера. Вы можете поставить как-нибудь по-другому, если вам нравится. Давайте продолжим. Теперь нам нужно назвать все устройство, чтобы мы понимали, где какое находится, и потом не путались. Начнем, наверное, с роутера 0. В нашей табличке он называется RTA. Копируем название. Кликаем по названию роутера. Ctrl V. И мы переменовали первое устройство. Следующее у нас будет SV1. Вот он. И SV2. Себя вы можете их назвать, например, наоборот, либо менять местами. Это пока не играет никакой роли. И последний компьютер. Вот он. Ой. Вот так. Готово. Теперь нам нужно соединить все устройства, чтобы они могли между собой общаться. Это тоже довольно-таки просто. Находим ярко-желтую молнию и находим третий по счету кабель, который обозначен просто как черная полоска. Этот кабель Cooper's Race-Rue, и мы не будем соединять наше устройство. Вот у нас есть табличка. Вот она. Первый девайс это RTA. И он соединяется портом ЧИ-00 к порту ЧИ-01 на устройстве SV1. Вот RTA. Вот SV1. Кликаем RTA. Находим Gigabit Internet 00. У меня плохо видно, но я выбираю правильный. SV1. Здесь нам нужно ЧИ-01. Вот ЧИ-01. Оранжевый. Готово. Выбираем опять-таки этот кабель. RTA. Теперь у нас будет ЧИ-01, SV2 и также ЧИ-01. Вот вторая полоска. Дальше мы соединяем SV1 с конечными устройствами. В данном случае это компьютеры. SV1 соединяется с ПК-1 с помощью фазы Ethernet 01 и фазы Ethernet 0. Ищем фазы Ethernet 01, он желтый. И здесь фазы Ethernet 0 также желтый. Повторяем то же самое. Фазы Ethernet 01 и фазы Ethernet 0. Готово. Теперь можем двигаться дальше. Теперь нам нужно настроить наши устройства. Чтобы их настраивать, я обозначу IP-адреса каждого из них, чтобы можно было легко ориентироваться. Для этого есть вот такая вот штука PlaceNode. И я подпишу IP-адреса всех устройств. Давайте сначала подпишем SV1. У него IP-адрес 10.10.10.2. Ctrl V. Готово. Следующий у нас будет SV2. У него 10.10.22. Вот так. Также нам нужно подписать RTA. У него будет 2 IP-адреса для каждого отдельного интерфейса. У первого интерфейса это 10.10.10.1. У второго 10.10.21. Готово. Теперь я перемещу их на свои места. Вот примерно как-то вот так. Размещение не играет никакой роли. Это просто для удобства. Теперь, если вы заметили, у устройств ПК1 и ПК2 у нас не указаны IP-адреса. Но если подсчитать, то можно узнать, что IP-адреса для конечных устройств нам нужно выбрать самим. Давайте посмотрим на табличку. Мы не можем взять первый адрес сети. Например, 10.10.10.1. Так как он занят, во-первых, устройством RTA. Это будет наш дефолт гитлэй. Во-вторых, мы не можем взять в этой сети устройство 10.10.10.2, так как оно занято устройством SV1. Мы можем взять любое другое значение. Например, 10.10.10.3. Либо я возьму 10.10.10.10, чтобы... Давайте запишем это. Чтобы просто был красивый IP-адрес. 10.10.10.10.10. Готово. Подобным образом нам нужно назначить IP-адресы второму устройству. 10.10.20. Давайте я тоже назову 10, чтобы они были более-менее похожими. Опять-таки, вы можете взять любой другой IP-адрес этой сети. Продолжаем. Теперь мы можем переходить к настройке наших устройств. Первым мы настроим RTA. Открываем RTA. Enable. Conf.t. И теперь смотрим, что нам нужно с ним сделать. Первое, что я предлагаю, это дать ему имя. Так как здесь мы его назвали, а тут он все еще подписан как роутер. Для этого пишем хостнейм RTA. Готово. Что нужно сделать дальше? Нам нужно настроить пароль Cisco NPA как encrypted password, то есть зашифрованный пароль. Для этого вводим команду enable secret и вводим вот этот вот пароль. paste. Готово. Что у нас дальше? Дальше нам нужно настроить пароль Cisco Line NPA 55 на пароли линий. Линии у нас есть два вида. Давайте я вам их покажу. Show running config. Смотрим. У нас будут линии VTI и Line Console. Line Console и линии VTI. Line Aux у нас сейчас не используется. Давайте приступим к настройке. Conf.t, так как мы перендулись в режим execute. Здесь мы вводим Line Console 0 сначала давайте. и указываем пароль. Здесь он должен быть не зашифрован, так что просто password. И указываем вот этот вот скопированный пароль. Enter. И не забываем ввести команду login. Готово. Дальше мы строим линии Line VTI. У нас их от 0 до 4, то есть всего 5. И Cisco Line and Password есть. И логин. Вы можете здесь написать 15, но настроились бы все равно первые 4, так как их просто больше нет у этого устройства. Что у нас дальше? Line Shoot Accept Connections. Давайте нажмем кнопочку fast forward. Смотрим дальше. Нужно настроить баннер. Это тоже очень просто. Exit. Banner mode. И указан любой баннер. Для этого открываем скобочки, например. И пишем, к примеру. Aus only. Вы можете написать любой баннер, который вам нравится. Дальше нам нужно настроить IP-адресацию и сохранить нашу конфигурацию. Давайте начнем. Интерфейс. Первый у нас будет G00. Далее нам нужно обязательно написать description, чтобы понимать, что это за интерфейс. И потом это нам будет намного удобнее дальше при работе с этим устройством. Для этого пишем description. И указываем сам description. Например, я напишу connection connect to sv1 lan. Вы можете написать также любой description, который вам будет удобен и понятен. Далее прописываем IP-адрес. У нас IP-адрес это 10, 10, 10, 1 в этом случае. Вот здесь. Вот. Если здесь видно. Enter. Ой. Мы пока не можем. Нам нужно указать еще маску под сети. 255, 255, 255, 0. Paste. Enter. Готово. Также обязательно нужно включить наш интерфейс, так как он может быть выключен. То есть каждый раз, когда вы прописываете, например, IP-адрес или настраиваете интерфейс, обязательно прописывайте эту команду. Она лишней не будет. Дальше нам нужно настроить следующие интерфейсы, такие, как видит интернет, 0.1. Я просто нажимаю стрелочку вверх, нахожу предыдущие команды и меняю их на нужные мне сейчас. Тут у нас будет 21, и маска под сети такая же, и также no shutdown. Готово. Что у нас дальше? Нужно сохранить текущие конфигурации. Для этого Ctrl-C мы вернулись в обычный режим execute и вводим команду copy runningconfig startupconfig. Enter. У нас уточняют destination file name, то есть место сохранения по дефолту на startupconfig. Мы нажимаем Enter. Если нужно будет какое-то другое, нам нужно будет прописать это вручную. У нас все сохранилось, все работает. Давайте перейдем на следующее устройство. Теперь мы будем настраивать один из свечей. Давайте вот sv1. Давайте сразу же дадим ему имя. Это не обязательно, но это будет намного удобнее при настройке. Enable. Conf. Hostname. sv1. Готово. Дальше нам нужно настроить все соединения по таблице адресации. Это довольно-таки просто. прописываем интерфейс, указываем название интерфейса. У нас это вилан 1. Дальше нам нужно прописать IP-адрес. IP-адрес. Данный IP-адрес у нас будет 1010102. Копируем. Пейс и маска по сети 255, 255, 255, 0. Она стандартная для всей этой сети. Enter. Готово. No shutdown. Готово. Дальше нам нужно настроить секретный пароль. Так же, как и на предыдущем устройстве. Exit. Enable. Secret. Пасворд. Ой, нам не нужен, чтобы пасворд. Enable secret. И указываем пароль. Он у нас такой же. Cisco and PA55. Enter. Готово. Далее настраиваем пароли на линиях. line console.0. Enable. Ой, нам не нужно слово enable. Для линии просто начинается слово пасворд. И указываем сам пароль. Копируем. Paste. Enter. Обязательно прописываем логин. Login. Дальше пароли для линий. Line. VTI. Я напишу 0.15, потому что не хочу заходить в режим конфигурации и смотреть там, сколько линий на этом устройстве. Так что ставлю по дефолту 15. Далее прописываем пароль. И логин. Готово. Что у нас дальше? Нам нужно также сохранить все текущие настройки. Copy. Running config. Startup config. Для упрощения и набирания команд не забывайте нажимать так. Startup config. Да, Startup config. Окей. Готово. Теперь нам нужно устроить следующее устройство. sv2. Enable. Enable. Conf. Далее прописываем hostname. sv2. Дальше прописываем пароль. Enable. Secret. Cisco and part 55. Главное его нормально скопировать. Вот так. Готово. Line VTI, например, 0.15. Далее указываем enable монета, пасворд, пароль для линий. paste, логин, line консоль 0. Пароль точно такой же. Логин обязательно. Готово. Что у нас еще осталось? Нам нужно настроить... Давайте подумаем. Настроить IP-адреса на VLAN. Давайте это сделаем. Интерфейс. Exit сначала. Интерфейс. VLAN 1. IP-адрес. У нас будет 10, 10, 10. Ой, не просмотрю. 10, 10, 22. 22. Готово. No shutdown. Ой, не готово, потому что нет маски. 255, 255, 255, 0. Теперь точно готово. No shutdown. No shutdown. Так, готово. Теперь нужно сохранить текущую конфигурацию. Для этого ctrl-c, copy, runningconfig, startupconfig. Готово. Давайте посмотрим check results. Вдруг мы что-то не настроили. Да, нам нужно настроить default gateway на sv1 и sv2. А также description для второго интерфейса. Я о нем забыла. Сейчас все исправим. Сначала давайте исправим description. Открываем RTA. Ой. Закрываем эту штуку. RTA. ConfT. Интерфейс ч0.1. И description. Я возьму такой же, как и для первого, только поменяю на sv2. Готово. Смотрим, у нас стало 83. Чек разал, что там еще забыло. На sv1, default gateway и на sv2, default gateway. Это очень просто. Открываем sv1. ConfT. Дальше указываем default gateway. Для этого нужно просто указать IP, default gateway. И указываем нужный нам дефолт gateway. Логично. 10, 10, 10, 2. Ой, 10, 1. Я смотрю. Default gateway это IP адрес интерфейса, с которым мы соединяемся с роутером. Дефолт gateway. Давай, сохранили. Теперь нужно это сделать на втором устройстве. sv2, confT, IP, default gateway, 10, 10, 20, 1. Готово. Давайте посмотрим, все ли мы настроили правильно. Если все окей, нам останется настроить только компьютеры. Да. Осталось настроить IP адрес и маску под сети, а также доход к tv на двух устройствах. Крываем PC1, IP конфигурация, закрепляем, чтобы не потерять. Как мы уже договорились, у нас будет IP адрес 10, 10, 10, 10. Маска под сети у нас слэш 24, то есть 255, 255, 0. Дефолт gateway это у нас вот этот вот IP адрес. Готово. Закрываем, 93. Открываем следующий, IP конфигурация. IP адрес 10, 10, 20, 10. Маска под сети 255, 255, 255, 0. Дефолт gateway. Смотрим вот тут вот. 10, 10, 10, ой, 20, простите. 1. Правильно? Думаю, да. Закрываем. У нас 100%. Я думаю, у вас тоже так же получилось на 100%. Спасибо за внимание. Пока. У нас 100%! Продолжение следует...